Сегодня у нас очередной обзор оперативного совещания в правительстве Республики Башкортостан, которое состоялось вчера, на котором обсуждали, как обычно, мега важные вопросы, на котором было много и интересного, и смешного, но давайте обо всем по порядку. В начале совещания Радий Фаридович продолжил подводить итоги 2019 года и сообщил нам о том, что, например, индекс промышленного производства в Башкортостане так высок, что превысил средний российский на 1,8%, а индекс объема сисохозяйственной продукции составил 102% и тоже прибавил к предыдущему показателю 2,6%. Говоря о сельском хозяйстве, Радий Фаридович вспомнил о Фазрахманове, который сидел в первом ряду, и попросил его отчитаться о поездке в Берлин на всемирный межгалактический форум экологически чистых продуктов «Зеленая неделя». Фазрахманов с восторгом рассказал о том, как он прокатился в Берлин, о том, что вместе с ним туда поехало 40 его друзей, о том, что в Берлине была гигантская экспозиция России, а внутри этой экспозиции была экспозиция Башкортостана, но Фазрахманов строго отметил, что, несмотря на все прелести Берлина, самой дружественной и самой улыбчивой для него страной навсегда останется Австрия. Также Фазрахманов рассказал о том, что он встречался в Берлине с австрийским министром, а еще он встречался в Берлине с собственником Беребеевского молочного завода, человеком с простой башкирской фамилией Бангриер. Замечательно, министр сельского хозяйства в компании 40 друзей прокатились до Берлина и провели там время. После Фазрахманова слово предоставили почему-то Ленарий Ивановый, Ленария Хакимовна также сообщила о том, что, видимо, на прошедшей неделе она прокатилась с компанией своих друзей в Австрию, съездила туда на три дня, провела там чудесное время, отлично отдохнула, вернулась в воодушевленный, очень благодарна почему-то лично Радио Фаритовичу. Судя по всему, все эти люди воспринимают Радио Фаритовича отчасти как некого туроператора, который открыл им окно в Европу, регулярно отправляет их в Австрию, причем можно ехать туда не одному, а там с семьями, с друзьями, там в компании 40 человек. В общем, денег дофига, на это все не жалеют. Впрочем, сам Радио Фаритович подогревает подобный имидж, потому что вслед за Ленарой Хакимовной он заявил, что все главы районов и городов Республики Башкортостан будут обучаться дополнительному какому-то знанию тоже в Австрии, тоже в Вене. Ну, в общем, Австрия для нас, видимо, навеки страна по-братим. Судя по всему, существенная часть государственного бюджета будет расходоваться на вот этот вот чиновничий туризм в эту страну. Напомню, мы там открыли уже представительство Республики Башкортостан, у нас туда летают прямые рейсы. Прямые рейсы из Уфы датируются за счет бюджета Республики Башкортостан, и все только для того, чтобы главы районов и городов, министры и вице-премьеры могли беспрепятственно в компании своих друзей перемещаться из Уфы в Вену. А дорогой Радио Фаритович мог регулярно навещать своих дочерей, которые, напомню, там проживают. Одна из них вышла замуж за подданного Австрийской Республике, и первая жена Радио Фаритовича проживает в чудесном городе Вена. В общем, вот такие вот сложились у нас тесные туристические связи между Башкирией и Австрийской Республикой. Как бы не была приятна болтовня о том, как и кто из правительства провел выходные в заграничных поездках, тем не менее пришлось, конечно, переходить к регулярной повестке дня. И первым вопросом оперативного совещания, как обычно, был вопрос об оперативной обстановке в ЖКХ, на дорогах и чрезвычайных ситуациях в Республике. Первым докладчиком был Беляев Борис Владимирович, который сообщил, что, как обычно, в ЖКХ все в порядке и даже более, но от себя добавил, что он ввиду огромного количества жалоб на доначисление платежей по теплу провел собственное расследование в рамках Министерства жилищно-коммунального хозяйства. И вот что выяснил господин Беляев в ходе этого расследования. Напомню, что в 485 многоквартирных домах в Республике Башкортостан пересчитали плату за отопление для жителей в сторону повышения на общую сумму 61 миллион рублей, что вызвало шквал жалоб, писем, претензий, обращений на эту тему и в адрес, видимо, Хабирова, потому что Хабиров об этом упоминал, и в адрес, естественно, Министерства жилищно-коммунального хозяйства и господина Беляева лично. Так вот, проверив, судя по всему, все эти 485 домов, господин Беляев выявил, что в 25%, то есть четверть из этих домов, перерасчет по теплу был сделан ошибочно или с грубейшими нарушениями. Причем гамма этих нарушений не оставляет никаких сомнений в том, что совершены они были намеренным образом, и, по сути, это была сознательная попытка ограбления жильцов этих домов, попытка получить с них дополнительные платежи, которые так или иначе либо компенсировали бы естественные потери Баш-РТС, либо были прямым источником обогащения для кого-то, для тех, кто эти доначисления сделал. Тем не менее, господин Беляев никоим образом не охарактеризовал действия Баш-РТС как преступные или хотя бы как какие-то негативные. Он только констатировал, что вот так получилось. Собственно, подобная ситуация – это, в первую очередь, оценка самому господину Беляеву, тому образу, по которому работает система жилищно-коммунального хозяйства в Башкирии. Ну и это, в общем, такой тревожный сигнал, потому что, на самом деле, если дальше будет продолжаться подобным образом, то жители окончательно разуверятся в разумности начисления этих платежей за жилищно-коммунальное хозяйство, а это всегда чревато тем, что жители массово перестают платить коммунальную плату. Мы понимаем, что равновесие этой системы зиждется только на хоть сколько-нибудь сейчас существующей платежной дисциплине. У нас пенсионеры регулярно платят, у нас многие платят регулярно, боясь попасть в эти долги, но когда ситуация будет меняться, и когда будет утрачено доверие к начислению этих сумм, неплатежи, конечно, станут массовыми и повсеместными. И вот это является колоссальной угрозой самой системе жилищно-коммунального хозяйства. Стоит 2-3-4 месяца большому проценту населения не платить коммунальные платежи, как коммунальная система фактически развалится. Потому что живет она с колес здесь и сейчас, денег в этой системе катастрофически не хватает. То есть, если 2-3 месяца люди, работающие в этой системе, не будут получать зарплату и не будут идти сквозные платежи дальше за ресурсы, за тепло, за электричество, за водоотведение, за водоснабжение и так далее, то, конечно, все это заклинит. Господин Беляев, судя по всему, этого не понимает, и потому не пытается повысить доверие населения к системе начисления вот этих платежей, не пытается разъяснять ситуацию, не пытается в нее вмешиваться и менять. Он даже не комментирует деятельность БАШ РТС. Видимо, БАШ РТС имеет такое магическое влияние на самого Беляева, либо он там как бы является заинтересованным лицом, что никоим образом он критиковать не намерен эту компанию, которая на самом деле допустила вот такие массовые нарушения в области начисления платежей за тепло. Традиционно суд-докладчиками по первому вопросу у Беляева были Мухаммедьянов и Гумеров. Мухаммедьянов сообщил, что в республике продолжает расти смертность на дорогах, что, собственно, неудивительно в контексте того состояния дорог, которые Мухаммедьянов нам обеспечивает. Ну, а Гумеров сообщил о том, что за прошедшую неделю в пожарах погибло 9 человек. На этом первый вопрос был закрыт. Вторым вопросом оперативного совещания был вопрос об итогах работы контрактной системы в 2019 году в республике Башкортостан. Доклад делал председатель Госкомитета по конкурентной политике. Это новый комитет, который создал Хабиров. Булатов Денис Наилевич. Юноша Денис Наилевич, естественно, сообщил нам числовые показатели своего комитета. Вообще до конца было до сих пор непонятно, чем занимается этот комитет. Но в ходе доклада Хабиров аккуратно разъяснил и присутствующим и нам сами функции этого комитета. Комитет не проводит торги. Комитет является, как он сказал, таким большим другом, который помогает, который корректирует закупочные процессы, которые идут в ведомствах, в исполнительной власти, в органах самоуправления и так далее. Вообще объем закупок за 2019 год, государственных закупок в Республике Башкортостан составил 112 миллиардов рублей. Это существенная сумма, это большие деньги, это цифра близкая к половине бюджета Республики Башкортостан. И в 2019 году эта сумма выросла на 12% по отношению к 2018 году. При этом пропорция этих закупок была следующая. 53% это государственный заказ и 47% закупок это муниципальный заказ. Отметим, что муниципальный заказ в 2019 году существенно вырос за счет того, что муниципалитеты получили довольно много денег, которые и по хабировским программам были выданы. И по иным муниципалитетам и по иным программам речь идет о всяких вот этих башкирских двориках и киреевских столбиках. Что любопытно еще из того, что нам поведал Денис Наилевич, это то, что практически 50% конкурсных процедур в Республике Башкортостан проводится на самом деле на неконкурентной основе. Денис Наилевич постарался замаскировать эту цифру, разбив ее очень хитро на разные категории. В частности, он утверждает, что 20% торгов прошли с единственным поставщиком. То есть, это когда нет альтернативы, условно говоря, какие-то уникальные продукты и прочее. То есть, никто там не конкурировать на этом рынке. Но при этом же 38% торгов прошли с одним участником на конкурсной основе. То есть, были заявлены торги, но пришел один участник. И назвать подобную сделку, которая свершилась контрактом, конечно, конкурентной никак нельзя. То есть, в итоге, если пересчитать все вот эти хитро разведенные в разные стороны цифры, то получится, что 50% конкурсных процедур в Республике Башкортостан конкурсными процедурами не являются. То есть, они прошли без конкуренции, без соперничества на рынке. Соответственно, можно предполагать о том, что оптимальной цены, либо оптимальных условий поставки достигнуты не было. Далее Денис Наилевич поведал нам о специфике в отраслях по закупкам. И рассказал о том, что самые конкурентные отрасли при закупках в Республике Башкортостан – это строительство, ремонт и клининг. Более трех участников на каждых торгах в среднем присутствуют на этих категориях торгов. То есть, строительство, ремонт, клининг. А вот самая низкая конкуренция в области поставки медицинского оборудования, как ни странно, и лекарств – менее двух участников в среднем на каждые торги. То есть, вот эта сфера, кстати говоря, очень емкая. То есть, здравоохранение у нас очень ресурсная сфера, и там огромные деньги крутятся. Именно эта сфера является наименее конкурентной. Я не знаю, продукт ли это предыдущих периодов, там вот этих всяких Пономаревых и прочих, значит, товарищей. Мы помним, какой дикий бардак творился в Минздраве у нас с закупками при предыдущей итерации руководства этого ведомства. Собственно, ничем не лучше и сейчас при Забелине. Судя по докладу, значит, Дениса Наилевича, никакой конкуренции в этой области нет. И господин Забелин, значит, там как сыр в масле катается, тратя миллиарды бюджетных денег, которые выделяются на здравоохранение. Также Денис Наилевич обратил внимание, что очень высок процент в Башкирии закупок малого объема, так называемых закупок малого объема. Это те закупки, когда сумма закупки так мала, и она, в частности, меньше 300 тысяч, что проводить полноценные конкурсные процедуры по закону не обязательно. Так вот, этих закупок было 10,5% от общего количества, и в сумме эти закупки составили аж целых 12 миллиардов рублей. 324 тысячи подобных закупок произошло до 300 тысяч рублей, и они составляют 75% по количеству, значит, от общего объема. Ну, Госкомитет сейчас пытается упорядочить этот процесс, я имею в виду Госкомитет, по конкуренции пытаются создать некий агрегатор малых закупок и так далее, и так далее. Там отслеживать необоснованно короткие сроки проведения торгов и прочее, но все мы понимаем, что именно торги, именно госзакупки и госзаказ, и муниципальный заказ тоже, являются источником основной коррупции, которая существует и в Башкирии, и в целом в России. Именно государственные деньги являются тем самым медом, на который летят вот эти вот чиновничьи мухи, значит, которые, ну, всяческим образом пытаются их расхищать. Конечно же, анализ торгов и выявление ошибок и злоупотреблений на этих торгах является единственным способом пресечения подобных вещей, потому что отучить чиновников красть бюджетные деньги, пожалуй, что невозможно, а вот пытаться их наказывать все еще остается возможным. В частности, вот, ну, можно поговорить о некоторых закупках, которые последнее время прогремели по республике, и конкретно я говорю, например, о контракте в Нефтекамске на поставку вот этих вот осветительных приборов замечательной компании ООО «Башсвет». Очень бы хотелось посмотреть на контракты, которые были заключены с этой компанией, потому что есть несколько вопросов. В частности, та скорость, с которой появилась эта компания, и с которой она, ну, с тем успехом, с которым она ворвалась на рынок, гигантские по нефтекамским меркам контракты на муниципальном уровне, то есть там контракты, например, с авансом в 20 миллионов рублей, да, то есть и прочее, прочее, то есть все вот это вызывает некоторые вопросы. Я пока не утверждаю, что ООО «Башсвет» это что-то криминальное, там, плохое или нечестное, но очень бы хотелось успокоиться, посмотрев эти документы, пока они не обнаружены, ну, я надеюсь, что контракты были проведены, без контрактов у нас нельзя тратить ни муниципальные, ни государственные деньги, соответственно, эта информация будет. Ну и вообще этих контрактов, которые вызывают вопросы по Башкирии, огромное количество. К сожалению, у нас не сформирована система контроля, и я надеюсь, что Комитет по конкурентной политике станет этой системой контроля. Тогда, может быть, хоть что-то, хоть какой-то порядок будет навезен. Хотя, что-то мне подсказывает, что Комитет по конкурентной политике был создан Радиом Фаритовичем совершенно для иных целей. Третьим вопросом оперативного совещания вчера был вопрос о создании молочных кухонь в городе Нефтекамский, Себае, Октябрьский и Белорецк. Честно признаться, доклад Гусева Алексея Николаевича, председателя Комитета по торговле и защите прав потребителей, вызвал у меня очевидное дежавю. У меня не покидало ощущение, что все это мы уже слышали, ровно. Но, единственное, что, конечно, Гусев оперировал свежими цифрами, сообщил о том, что в 2019 году он открыл три молочные кухни, и еще три откроет в 2020 году, в том числе две из них будут в Уфе. Также Алексей Николаевич сообщил нам, что 7 тысяч из 26 тысяч детей, которые имеют право на вот эту бесплатную молочную продукцию, уже обеспечены этой продукцией и так далее, и так далее. Честно говоря, без конца говорить об одном и том же, вот уже на моей памяти это, наверное, четвертый или пятый доклад об открытии, простите, молочных кухонь. Что за глобальное достижение для целого правительства, целого региона, чтобы вот с такой чистотой заслушивать вот эту вот, в общем-то, незначительную победу, ну, сделал человек там 4 каких-то молочных кухни в 4-х миллионной республике, значит, 7 тысяч детей из 26 обеспечил обязательным этим молочными продуктами. Но даже хотелось бы понять, вот Гусев без конца выходит каждые там 2 месяца на трибуну, рассказывает нам о том, как он эту молочную кухню организовал, ну, пускай он хоть раз расскажет, во сколько это обошлось республике, в какие деньги встало ему, какие затраты понес бюджет республики, может быть, дешевле было это молочную продукцию покупать на стороне, как обычно это бывает, вот, например, в ведомстве Рима Бойцовой, где там дешевле было деньги раздавать, чем тратить. Ну, в общем, конечно, честно говоря, уже раздражает вот эта вот чистота упоминаний молочных кухонь на оперативных совещаниях в правительстве Республики Башкортостан. На каждой оперативке есть вторичные вопросы, есть центральный вопрос, ну, который, как бы, так или иначе выделяется среди прочих. И вот, пожалуй, что в этот раз главным центральным вопросом и докладом был доклад господина Мухаммедьянова с таким странным провоцирующим названием о профилактической работе с организациями, осуществляющими пассажирские перевозки в Республике Башкортостан. Собственно, это был доклад Мухаммедьянова о состоянии в области пассажирских перевозок в Башкирии и в Уфе. И, конечно же, он начал его с цифр. Тимур Рафисович поведал нам, что на межмуниципальных маршрутах работает 23 перевозчика, которые перевезли 27 миллионов 200 тысяч человек, совершили 1 миллион 700 рейсов, и они имеют 2288 маршрутных карт. Ну, в общем и целом, эти цифры, конечно, мало о чем говорят, если их не начинать соотносить друг с другом. И, что любопытно, выясняется, что за один рейс на межмуниципальных перевозках, это между городами и населенными пунктами Республики Башкортостан, в среднем один автобус перевозит 16 человек. Это немного. Говорить о какой-то перегруженности вот этой сферы, наверное, нельзя. Также Тимур Рафисович уделил большое внимание показателям в Уфе. Уфа все-таки это одна четверть населения Республики и самый, наверное, нагруженный транспортный узел в Республике. Так вот, в Уфе у нас 125 маршрутов транспорта. Из них 63 – это регулируемые маршруты, и 62 – нерегулируемые маршруты. Регулируемые с точки зрения стоимости перевозки. Тут вот дьявол на самом деле в этих деталях, и мы много еще будем в ближайшее время говорить об этих вот спецификах и этих вот странных терминах «регулируемый и нерегулируемый маршрут». Также Тимур Рафисович поведал нам, что в Уфе работает, на удивление, немного перевозчиков. Их всего 12. То есть силами Тимура Рафисовича, Радия Фаритовича и ГИБДД Республики Башкортостан количество перевозчиков, легальных или нелегальных, уж я не знаю, как их разделять, уменьшилось, безусловно, в Республике и в Уфе. И вот их теперь в Уфе всего 12. 2905 единиц техники транспорта задействовано в пассажирских перевозках в Уфе, из которых всего 544 – это Башавтотранс. То есть, по сути, только одна шестая часть, менее 20%, а именно где-то примерно 18% – это та доля, которую занимает Башавтотранс в перевозках, например, в городе Уфе. В чем же заключается та самая загадочная профилактическая работа, о которой, собственно, говорил господин Мухаммедьян в своем докладе? Он выделил два основных аспекта этой профилактической работы. Это соблюдение законности перевозок, то есть права перевозчика на осуществление этой деятельности, и соблюдение безопасности перевозок. Собственно, обе, конечно, эти цели так или иначе благие, но дальше Тимур Рафисович стал раскрывать тему, собственно, в чем заключается профилактика. А профилактика у него на самом деле заключается исключительно в карательных функциях, а именно он провел 344 профилактических мероприятий в 2019 году. И, например, арестовал 202 автобуса и выписал 50 тысяч штрафов для перевозчиков. Только за январь месяц, который еще даже не успел закончиться, он еще арестовал 16 автобусов. Вот такая вот у него профилактика. Также Тимур Рафисович угрожающе напомнил, что с 1 июля во всех автобусах, во всех транспортных средствах, которые занимаются пассажирскими перевозками, обязательно должна быть установлена контрольно-кассовая техника. То есть это не обсуждается, это на уровне закона, и именно с 1 июля начнутся новые карательные меры в отношении перевозчиков именно в части установки вот этих контрольно-кассовых машин. Тут Хабиров вмешался и добавил огня в доклад Мухаммедьянова, сообщив, что закон о контрольно-кассовых машинах вышел, о том, что они должны быть установлены с 1 июля. Но пока закон не описывает штрафных санкций. Но мы, как выразился Хабиров, с 1 июля начнем штрафовать много и беспощадно. Судя по всему, замысел Хабирова по окончательному разгрому независимых перевозчиков в области пассажирских перевозок заключен именно вот в этой возможности с 1 июля начать фискальным образом, и, как он сказал, много и беспощадно начинать штрафовать перевозчиков. Звучит это, конечно, все очень тревожно, потому что на самом деле есть ощущение того, что с 1 июля в Башкирии ждет какой-то очередной транспортный коллапс. Потому что ощущение того, что Хабиров не до конца понимает тех механизмов, которые работают в общественном транспорте, и следует только одному ему понятной логике в продвижении вот этих вот концепций и решений, и последние события, которые происходили, ну, существенные события, которые происходили в этой области, конечно, говорят о том, что любые движения Хабирова и управляемого им Мухаммедьянова приводят только к ухудшению в этой сфере. Но вернемся к докладу Мухаммедьянова. Мухаммедьянов поведал нам, что он изменил 38 маршрутов по просьбам граждан за истекший год, добавил 164 маршрутные карты, ну, это очень мало, на фоне того, что там на одних только межмуниципальных перевозках их там свыше 2000. Также он ввел 9 новых маршрутов между населенными пунктами. Это ничтожно мало, потому что, как мы помним, Хабиров обещал в ближайшем будущем, а уже прошло с тех пор больше года, соединить все областные центры, районные центры, все крупные населенные пункты с населением свыше 10 тысяч человек, и с Уфой, и с райцентрами, и так далее, и так далее. Ну, в общем, пока только 9 новых маршрутов появилось в Республике Башкортостан, что-то мне подсказывает, что необходимое количество существенно больше. Также Тимур Афисович рассказал о тревожной ситуации в области конкурсной политики его комитета. Дело в том, что с конкурсами все очень плохо, они не проводятся, и там есть масса нарушений, в том числе есть такие скрытые мины замедленного действия, которые заложены в сами принципы работы, например, того же Башавтотранса. Ну, Тимур Афисович сообщил, что в первом квартале 2020 года он проведет три конкурса по маршрутам Ишимба-Стерли-Тамак через Урман-Башкадак, Кутлугужина-Стерли-Тамак и Уфа-Никола-Березовского. Всего лишь вот эти три направления. Также Тимур Афисович углубился в статистику финансов сферы, и вот здесь очень много интересных моментов, которые, ну, как обычно у Мухаммедьянова, противоречат друг другу. За семь месяцев Тимур Афисович почему-то за семь месяцев зафиксировал 52 миллиона 600 тысяч транзакций, то есть оплат внутри системы общественного транспорта Республики Башкортостан. 61% из этих оплат прошел по безналичной оплате, и 39% за наличный расчет. К сожалению, Тимур Афисович не уточнил, какой процент безналичных оплат пришелся на вот эту знаменитую, пресловутую или надоевшую всем карту ОЛГА. Мы не знаем об успехах этой карты, мы не знаем. Раньше он сообщал нам, что каждую минуту там какое-то немыслимое количество людей приобретает эти карты и счастливо ими пользуется. Теперь он как-то стал умалчивать стыдливо об этой истории. Напомню, что на выпуск этой замечательной локальной и совершенно непонятно зачем нужной карты ОЛГА были потрачены существенные бюджетные деньги. Напомню также, что сам принцип применения карты ОЛГА и механизмы, которые скрыты в ее эксплуатации, вызывают массу вопросов и у перевозчиков, и у пользователей, у граждан и так далее. То есть там существуют скрытые и не очень проценты, которые изымаются из оборота перевозчиков. В общем, много всяких неприятных аспектов. Отмечу отдельно, что средняя стоимость перевозки в Башкирии на данный момент находится где-то около 20 рублей, что действительно очень низко. И по сравнению с иными регионами, и вообще как бы 20 рублей – это очень низкая цена. Почему-то Хабирову и Мухаммедьянову кажется, что нужно удерживать вот эти вот сверхнизкие цены. Может быть, это понравится населению и так далее, и так далее. Но они оба, вероятнее всего, не понимают, что это ведет только к кризису в сфере пассажирских перевозок. Это ведет к разорению многих перевозчиков. Но, кстати говоря, того же самого Башавтотранса. Но тут есть, конечно, одна история по поводу вот этих вот регулируемых тарифов. Регулируемые маршруты – это когда государство устанавливает определенную цену на определенном маршруте, а вот разницу необоснованного занижения цены для перевозчика компенсируется за счет всевозможных субсидий и выплат. Так вот, я так понимаю, что заветная мечта Тимура Рафисовича сконцентрировать вокруг платежной системы ОЛГА вот эти вот компенсационные выплаты. В том числе компенсационные выплаты частным перевозчикам. Вот эти вот, как говорится, потоки, на которые он пытается присесть, они будут являться основным источником тех интересов, которые он, собственно, имеет в этой сфере. Вообще, сфера пассажирских перевозок, она, конечно, настолько непрозрачна и настолько окутана, опутана всевозможными коррупционными возможностями, что за ней, как говорится, глаз да глаз нужен. И в последнее время, в ближайшее время и в последующих передачах мы будем уделять особое внимание именно транспортной проблеме и в республике, и в городе Уфа, особенно в предвестии вот этого пресловутого 1 июля. В общем, будем наблюдать с повышенным вниманием. Хабиров выслушал доклад Мухаммедьянова и резюмировал следующим образом. Мы на правильном пути, но жалоб от жителей очень много. Вот эти противоречия, это как с Беляевым, да? Мы там все правильно сделали, но жители очень много жалуются. Примерно так же получается и с транспортом. Хабиров сам себе противоречит. Он не может найти внятного и обоснованного повода хвалить эту систему, но и ругать себя самого он уже не в состоянии. Соответственно, приходится вот так вот странно выражаться. Хабиров также попросил правительства усилить поддержку Баш-Автотранса, начать закупать новую технику. А вот к коммерческим перевозчикам Хабиров оказался так же неумолимо безжалостен. Он сказал, что коммерческие перевозчики будут работать на наших условиях. Ну, так, собственно, и звучало раньше. По поводу Баш-Автотранса, конечно, тоже перестали говорить конкретные вещи, потому что там на самом деле творится ужасный ужас. Это касается именно и газовых автобусов, и вот этой вот, в общем-то, по сути, провалившейся закупки крупномерных автобусов НЕФАЗ, когда производитель, который, напомню, уходит из Башкирии, то есть сборочное производство автобусов, постепенно сворачивается в Нефтекамске, и в скором времени будет полностью переведено в Татарстан, а НЕФАЗом владеет КАМАЗ на 75%. Ну, в общем, нет особых успехов у Баш-Автотранса. Судя по всему, его накачивают деньгами и новой техникой с целью приватизации в ближайшем будущем. То есть, по сути, конечно, основной цели Баш-Автотранс достигать не намерен. Я имею в виду цели оптимизации пассажирских перевозок. Это всего лишь какая-то новая такая схемка, которая, наверное, будет реализована в ближайшие годы. В завершение доклада Мухаммедьянова случился небольшой диспут, и прямо из зала представитель гостранснадзора заявил о том, что полностью прекращены нелегальные перевозки в Ишимбае, Стерльтамаке, Стерльтамакском районе, а в Стерльтамаке накануне арестовано 16 автобусов. Вот эти аресты автобусов почему-то в нашем правительстве считаются какой-то особой доблестью, особым достижением. И чем больше будет арестовано автобусов, видимо, тем лучше. Ну, так, по крайней мере, так установил Хабиров, видимо, стимулируя их к этим вот карательным действиям. Но Хабиров завещал товарищам из гостранснадзора не успокаиваться. Он сказал, что в Ишимбае, Стерльтамаке нелегалы пока попрятались, но потом повылазят. Вообще, вот эти вот странные мероприятия, которые они называют профилактическими, а на самом деле это карательные операции, которые нацелены исключительно на малый и средний бизнес, которые в основной своей массе составляют вот эти перевозчики, особенно в районах республики, ни к чему хорошему тоже привести не может. А иллюстрацией вот этих вот профилактических на самом деле мер может служить случай, который случился 24 января 2020 года в Чекмагуше. Сотрудники ГИБДД выявили в нетрезвом состоянии водителя не просто автобуса, а школьного автобуса. Вот это может быть иллюстрацией того, какие порядки и какая обстановка творится в области пассажирских перевозок. То есть уж когда пьяным за рулем ездит водитель школьного автобуса, то о каком порядке тут вообще можно говорить. Далее на оперативном совещании случился самый короткий и самый, пожалуй, неприглядный доклад. Доклад о туристической активности в новогодние каникулы на территории республики Башкортостан. Вообще вот об этом надо было бы тщательно молчать, но председатель Госкомитета по туризму Нафиков Салават Тагирович сообщил дорогому Радио Фаридовичу, что за новогодние каникулы в уфимских гостиницах проживало 8 тысяч человек, 99 тысяч человек посетили горнолыжные курорты, как он выразился. Ну, на самом деле горнолыжных-то курортов у нас в Башкирии нет, есть только горнолыжные базы и всевозможные турбазы. Ну да ладно, 28 тысяч человек посетили музеи, которые были бесплатными в новогодние каникулы, и целое 1250 человек посетили природные парки. Несмотря на то, что Хабиров достаточно умело воспринимает незначительные успехи как значительные, но даже здесь уже даже это не получилось, потому что, ну, выслушав доклад Салавата Тагировича, Хабиров как-то напрягся и говорит, вот вы мне рассказываете тут, что у нас тут в гостиницах остановилось там сколько-то тысяч человек, а вот в других городах, когда подводят итоги туристической активности, говорят о миллионах. Может быть, у вас что-то с методикой подсчета неправильно? Как-то так с намеком спросил Хабиров. Суть этого высказывания была в том, что фактически Хабиров таким прямым образом подсказал господину Нафикову, что надо бы поменять методику подсчета и в следующий раз рассказывать о миллионах туристов, которые посещают замечательную Уфу. Ничего в этом докладе не прозвучало о том, что куда на самом деле ездят отдыхать жители Башкирии, вот эти направления, там, Казань, Вена, Дубай, которые были перегружены на самом деле в праздники, когда максимальное количество тех, кто мог себе это позволить, выехало из Башкирии отдыхать куда-то в другое место. Об этом, конечно, ничего не говорилось. Говорить о туристической привлекательности и Уфы, и Башкирии пока не то чтобы рано, а говорить даже не о чем. Все вот эти пустопорожные разговоры о повышении привлекательности, о создании каких-то центров притяжения так и остались разговорами. Непонятно, что там у нас происходит в Каповой пещере, и какие там дальше проекты будут реализовываться. Башкирия – безумно красивая территория, но абсолютно не тронутая ни туристическим бизнесом, ни туристическими властями в республике. Это уже много-много лет. Это уже от главы к главе, от президента к президенту, начиная с Рахимова, продолжая Хамитовым и завершая Хабировым, на самом деле в этой области одни слова, слова и слова. Завершил оперативку, как ни странно, доклад Беляева Бориса Владимировича о результатах конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов республики Башкортостан. Мы уже подзабыли о существовании этого конкурса, но Хабиров об этом вспомнил и вызвал Беляева об этом докладывать. Вообще, как бы набор докладов на правительственном совещании иногда меня вводит в недоумение. Это могут быть как глобальные темы, транспортные какие-то вопросы, глобальные экономические темы, инвестиции, еще что-то, так и буквально какие-то бытовые. То есть подведение итогов конкурса о новогоднем оформлении, неужели это может быть вопросом для оперативного совещания. Ну, это в рабочем порядке делается. Где-то там наградили, собрали, мэр там награжденного города приехал к себе домой и всем рассказал, значит, и все порадовались. Нет, это делается каким-то событием, которое выносится на подобные совещания. Ну да ладно. Во первых строках своего доклада Борис Владимирович посетовал, что в конкурсе не участвовали 16 районов из 63 муниципалитетов, а также не участвовали два города, это Сибай и Межгорье. Ну, Межгорье я еще могу понять. Во-первых, закрытый город, ему каким-то образом участвовать в каких-то подобных мероприятиях довольно сложно, там комиссии встречать, чтобы кто-то что-то там осматривал и делал какие-то заключения. Это просто технически непросто. А вот Сибай почему не участвовал в конкурсе на лучшее оформление, это загадка. Но у меня есть только одно предположение, что в роли самой лучшей в мире новогодней елки, конечно же, мог выступать сам Сибайский мэр Авзалов, который, обвешанный орденами и медалями, любезно ему выданными Радиом Фаритовичем, некоторое время находился в центре города Сибай. Естественно, он бы занял первое место по республике, и потому решили, что он не будет участвовать в этом конкурсе, а то никакой конкуренции не случится. Но, так или иначе, Сибай не участвовал в конкурсе. А вот среди тех, кто участвовал, Беляев подвел следующие результаты. Первое место среди городов занял неожиданно Нефтекамская Уфа, второе место среди городов занял Стерлитамак, и третье место занял город Туймазы. Среди районов Илишевский район занял первое место, это Тышлинский второе место, и Краидельский район занял третье место. Там какие-то деньги даже выделяются, за первое место 500 тысяч, за второе 200 и за третье 150. Хабиров, кстати сказать, повелел тут же на месте Беляеву приделать нолик к этим цифрам, чтобы это было еще более заманчиво для мэров. Денег на это ему не жалко, я имею в виду новогоднее оформление. Отдельно отмечу, что симптоматично попадание на первое место Нефтекамска вместе с Уфой. Нефтекамск все больше и больше становится городом-фаворитом у Хабирова. До этого это было Кумертау, но в определенный момент Хабиров разочаровался в Кумертау, и Кумертау вообще перестали упоминать теперь. Раньше оно звучало везде, в каждой позиции, в каждом докладе. Теперь Нефтекамск. Ну, посмотрим, насколько долго господам Мавлиевым удастся удержаться в фаворитах Хабирова, особенно на фоне вот этих вот небесспорных историй по поводу проектов, которые сейчас осуществляются в Нефтекамске. Речь идет и о водоканале Нефтекамска, и о нефтекамских электросетях, то есть там есть определенные нюансы, мы будем обязательно с этим разбираться в ближайших передачах. Ну, тем не менее, вот фаворит Нефтекамск занял первое место вместе с Уфой. Отдельно Хабиров, комментируя доклад Беляева, поблагодарил Мустафина, но поблагодарил как-то очень уж язвительно. Как он сказал, вот там, благодарю, 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 и вдруг сказал, а дальше я промолчу. То есть, видимо, речь шла о тех несостоявшихся слезах мэра Казани, которые он должен был проливать, глядя на новогоднее оформление города Уфы, но этого, как мы все помним, не случилось. На самом деле, если смотреть правде в глаза, Уфа в этом году была оформлена в новогоднем плане убого, вторично. Вот это приглашение итальянского дизайнера, который взял немеренные деньги за какие-то бэушные инсталляции, это уж совсем какая-то деревенская наглость. В общем, конечно, ну, лично мне не понравилось, как была оформлена Уфа, и не только мне, очень многим не понравилось, как это было сделано. Сделано это было бессистемно, сделано это было безвкусно. Ну, собственно, ровно в русле тех представлений о прекрасном, которые теперь у нас превалируют и в Белом доме, и в мэрии Уфы. То есть, ну, к сожалению, такие люди пришли к власти в городе и в республике. На этом, в принципе, оперативка была закончена. Последней там вишенкой на торте было то, что Назаров, подав впервые голос на этом мероприятии, на заседании, сообщил, что там у них там скоро состоится заседание оргкомитета почему-то по празднованию 70-летия Победы. То ли Назаров перепутал цифры, то ли он все еще не в курсе, что у нас празднуется теперь 75-летие Победы. Ну, в общем, вот такой казус с ним приключился, и, собственно, на этом оперативка закончилась. Не могу не дополнить историю с оперативным совещанием, которое прошло в минувший понедельник. Событием, которое тоже случилось в понедельник, я имею в виду попытку торжественного открытия строительства восточного выезда. К этому событию долго готовились. На 27 января был намечен старт работ по продолжению, значит, устройства вот этого восточного выезда, вот этого мегатоннеля, потом мостового перехода на ту сторону реки Белый и соединение с трассой М-7. В общем, грандиозная концессия общим объемом порядка 70 миллиардов рублей, где там турецкие товарищи участвуют в строительстве и так далее. И, в общем, случился нехороший конфуз. На торжественное мероприятие прибыли Хабиров, Мухаммедьянов, Абдрахимов и Мустафин. В ходе этого события, там, перерезания ленточек, открывания, значит, и прочее, прочее, должен был ритуальным образом новенький красивый экскаватор начать копать землю, тем самым дать старт стройке. Так вот, экскаватор категорически отказался копать прямо на глазах изумленной публики. Он не заработал, не завелся и не стал копать землю. Хабиров был, конечно, возмущен, очень саркастически высказывался на тему, что давайте это будет последний старт этой стройки и так далее. В общем, конечно, конфуз. Очень смешно и как-то непосредственно прокомментировали это все устроители этого мероприятия, я так понимаю, консессионеры турки, которые сказали, мы трижды проверяли этот экскаватор, все работало и вечером, и утром, но вот когда приехал Хабиров с Мухаммедьяновым, экскаватор категорически отказался работать. Не знаю, есть ли тут какая-то магическая сила этих двух личностей, либо это стечение обстоятельств, но, как говорят, знак нехороший. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok